В среду 15 июня в Азербайджане отметили День национального спасения. Праздник учрежден в память о событиях 1993 года, когда по зову народа Гейдар Алиев вернулся к власти, возглавил Верховный Совет Азербайджана и спас страну от раскола и гражданской войны. Для России Азербайджан надежный союзник на постсоветском пространстве. На 23 июня запланирован визит в Баку министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе которого состоится и встреча с президентом Ирхамом Алиевым. Из Азербайджана Александр Бузаладзе. Баку потрясает архитектурой, динамикой, он современен. И конечно, если говорить о феномене успешности Азербайджана, то лучше всего это делать сразу после важнейшего для страны праздника Дня национального спасения и делать это отсюда с самой высокой точки Баку, Нагорного парка. И глядя на всё это великолепие, понимаешь, какую важную роль в этом сыграл Игидар Алиев и нынешний президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев. Художник Салхаб Мамедов в белоснежной сорочке и щёгольским шейным платком Аскот. Идём к машине, а у него копейка в идеале. На этой копейке всё изъезжено. Москва, Ростов, Крым, Прибалтика. Очень важные моменты были в жизни. Вспоминаете? Да, конечно, конечно. А с кем вы ездите? Знаете, нас с женой, с двумя детьми. Знаете, это счастье огромное, что живёшь, и с тобой рядом история. Это 93-й год. Переломный в Азербайджане. Военный мятеж Ген-Же, захват государственных деятелей в заложники. Вот-вот страна потеряет свою государственность. Конечно, народ потребовал возвращения Гейдар-Алиева. От народа. Народ требовал, народ хотел. И они сами тоже видели, что уже ни у другого. Единственным умным шагом было то, что они ему сказали, чтобы он приехал. Они поняли, что спасать надо страну. Гейдар-Алиев прибыл в столицу из Нахичевани. И с этого момента в Азербайджане началась новая жизнь. Уже в современных геополитических реалиях, когда Азербайджан находится на пике политической и экономической стабильности, союз с Россией важен, как никогда. Отрадно, что российско-азербайджанские отношения сегодня поступательно развиваются. Они развиваются, конечно же, благодаря усилиями, способностям президентов двух стран. И мы в этом году уже перешли на новый этап в двухсторонних отношениях. А точнее, подписание декларации о союзническом взаимодействии. Как говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев об этом, декларация имеет особое значение, так как выводит наши отношения на союзнический уровень. В азербайджанских школах, так же, как и в России, в эти летние дни заканчивается учебный год. И вот 11 класс, русский выпуск, прошли серьёзную подготовку русскоязычные классы. Сейчас я могу свободно разговаривать, свободно выражать свои мысли. Экзамены я хорошо сдала благодаря нашей школе, благодаря русскому языку. В Азербайджане почти 3,5 тысячи школ. Из них в 340 преподают на русском. Это 10% отличный результат для тех, кто желает продолжить образование в России. Более того, в более чем 3 тысячах школах русский язык изучается в качестве иностранного. То есть, здесь, скажем так, возможности достаточно широкие. Мейсари – это селение в Шамахинском районе Азербайджана. А Азиз Гасымов – винный гид. Он показывает нам, как цветёт виноград. Трём первым буквам – мей. Мей на литературном фарси – это вино. И в стихах Омар Хайяма постоянно это слово присутствует и использовалось. Так что ищите на полках российских. Мейсари. Азербайджанские виноделы самоуверенно идут в Россию, на место Франции, Италии, с аналогичным качеством продукта, но с более мощным премиальным потенциалом и конкурентной ценой. Я, можно сказать, год, три-четыре раза сама бываю в Москве. Я очень люблю Москву, очень. Это прекрасный город. Ну и, конечно, в самом центре Старого Баку не изменен, как эта многовековая брусчатка и эти здания из Туфа – мультикультурный азербайджанский джаз. Иногда я это делаю очень, как бы, скажем так, национально. Но сейчас мы это услышим? Азербайджан и Каспийское побережье – это новый тренд. И сервис не хуже, чем где-либо в Европе. Общие инвестиции в проект на сегодняшний день составили примерно 400 миллионов долларов. Построено около 300, наверное, 400 тысяч квадратных метров разной недвижимости. Приехать сюда и получить совершенно новое, свежее прочтение Азербайджана, как этот Каспийский бриз. Много километровые, отлично оборудованные пляжи за последнее время стали местом притяжения для российского туриста. Вот если на следующий год российские любители Формулы-1, туристы приедут сюда, где здесь самые лучшие места? А вот мы на ней уже находимся. Это трибуна «Обширон». Баку – это теперь один из ярчайших этапов Формулы-1. Местные, лишь только завершилась гонка, сами гоняют по трассе воодушевлённо. А на русскоязычном международном телеканале CBC рейтинги просмотров зашкаливали. Наша гонка Бакинска признавалась лучшей гонкой сезона в 2017-2018 году и одной из лучших в последующих годах. Телеканал CBC – один из популярнейших в регионе. Сбалансированные точные новости и оперативная информация. Программы на все вкусы. Мы начали вещание с 2012 года. Это первый международный телеканал, спутниковый телеканал, который вещает на русском языке, ведёт круглосуточное вещание. Мы охватываем территорию от европейской части России до полуострова Индостан. Вот ещё событие. Казалось бы, национальная свадьба, но нет, свадьба азербайджанская. А жених с невестой русские. И здесь их чествуют на государственном уровне. В первую очередь мы вас поздравляем. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, как ваше настроение? Здравствуйте. Волнительно очень. За особые заслуги перед государством государство награждают ключами от большой и просторной квартиры. И русские, и азербайджанцы здесь одно единое целое. Мы всегда говорим, что мы один единый народ. Мы азербайджанцы. Мы помним нашу историю, мы помним нашу историческую родину, Россию. Но при этом сегодня мы с гордостью говорим, что мы азербайджанцы, которые всегда готовы сплотиться в одно единое общество. Вот абсолютно так, в таком руинизированном состоянии, последние почти 30 лет находилась территория Карабаха. И первым делом, что сделали азербайджанцы, когда вошли на эти земли, это восстановили сеть дорог, построили аэропорт. А на этом месте планируют выстроить новейший жилой комплекс, новые физули. Аэропорт международный, уже принимает авиарейсы. Горная дорога восстанавливается и укрепляется. Ремонтники бетонируют дождевые ливневки. Безопасность обеспечивает азербайджанская полиция. Неприступная шуша, как невеста, но уже в июньской зелени. Открываются аптеки. Вот смотрите, даже парикмахерская уже, по-моему, работает. И посмотрим, есть ли кто внутри. Здравствуйте. Как вы поживаете? Работаете? У парикмахера Анара творческая миссия. Сделать всех в шуше счастливыми. Вот никогда не думал, что свои кудри подстригу в шуше. Анар довольно улыбается. У него еще один счастливый клиент. В шуше идет восстановление полным ходом. Новые административные здания заново отреставрировали мэрию. Строительная техника не останавливается ни днем, ни ночью. На заправке аншлаг. Чуть-чуть дороже, но дорогу видели. Это водитель о том, что ехать сюда и высоко, и очень долго. И даже банкомат здесь уже давно работает. Ну и, конечно, супермаркет, он забит продуктами. Свежее молоко, соки, кофе, колбасы, бананы, свежая морковь, лук. Смотрите, даже кисленькая свежая слива. Все продается. Памятник и дом-музей великого азербайджанского оперного певца Бюльбюля, он из этих мест, уже восстановлен. Александр Бузаладзе, Андрей Стифоров и Александр Евтушенко. Вести недели из Азербайджана.